В канун Дня города Чебоксара подвели итоги конкурса «Общественное признание». Уже в шестой раз столица Чуваши отмечает таким образом своих жителей, внесших особый вклад в социально-экономическое, духовно-нравственное и культурно-спортивное развитие малой родины. Заслуги людей, собравшихся сегодня в Большом зале администрации Чебоксар, признаны всем городским сообществом. Это следует из названия премии. И пусть она не считается государственной наградой, ее обладатель имеет право на глубокое уважение со стороны сограждан. Человеком года признан Алексей Васильев, начальник караула пожарной части номер 4, в очередной раз доказавший, в жизни всегда есть место подвигу. Этого звания он удостоился за свое обычное дело – спасение людей из огня. На самом деле эта награда – заслуга не моя в большей степени. В первую очередь это заслуга родителей, которые меня воспитали, заслуга моих коллег, которые, бог о бог, со мной всегда в огонь и в воду, как говорится, идут. Справедливо подмечено, ведь за каждым из номинантов стоят друзей, родственники, коллеги и единомышленники, которые вместе делают наш город лучше. Взять хотя бы наших коллег с ГТРК Чувашия, за которых мы очень рады. Телевидение – вообще коллективный процесс. Или ансамбль «Соловушки», победивший номинации «Будущее делаем сегодня». Приятно отметить, что с каждым годом растет количество номинаций, как и число номинантов. В этом году мы шестой раз проводим конкурс «Общественное признание». И в 2014 году, наверное, самое большое количество участников за это время, 105 участников, это два раза больше, чем в прошлом году. И, наверное, очень сложно было работать в жюри, потому что мы считаем, что здесь победителей нет. И каждый, кто, во-первых, нашел смелость участвовать в этом конкурсе, много делает. Вот все, кто подал конкурс, они победители. А уже завтра здесь соберутся на чествование нового почетного гражданина города Чебоксара. Им стал Николай Угаслов, заслуженный строитель и президент Чувашского национального конгресса. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Антон Вовко, Республика.